Добрый день, это Курящий из окна, и как вчера вечером я обещал в своей серии по Half-Life, по-моему шестая серия была, всё-таки я собрался, хотя я всё ещё болею немножко, но надеюсь, что сегодня кашля будет ещё меньше, в Half-Life я насчитал штук пять, может быть, разов, когда я закашливался, не вырезал и не сумел я себя удержать, да прошёл Дипонию снова до момента, где мы закончили её записывать, и снова я пытаюсь её записывать, я как-то не смотрел, но чисто по памяти помню, что остановились мы вот здесь вот в городе, войдя, я тут за кадром, ну, я никуда не заходил, я не знаю, что нас ожидает в нутрях, так сказать, во внутренностях, просто поисследовал, оказалось, что да, это абсолютно наш город, никуда далеко уж мы не улетели, ни в другую планету, ни в другой город, тут много разных локаций, цистерна с водой, мэрия, потому что это наш город, я понял, что вот, магазин Тони, а вот это почему-то дом Тони, хотя странно, мне казалось, что мы и вначале были в доме Тони, ну, то есть мы снимали у неё комнату или жили вместе, может, это не та Тони, может, это уже какой-то другой Тони, а не наша девушка, не знаю, и как бы я даже не знаю, куда пойти, что захотеть, пойдём сразу к Тони, а? Может быть, выслушать от неё очередную, а, блин, не могу пройти почему-то, в магазин Тони, а не, да, кстати, похоже Тони в своём магазине, если я войду, её надоедливым упрёком не будет ни конца, ни края, эх, ну чего, покончим с этим, забыл, что он тоже телепортируется на двойной клик, Так-так-так, посмотрите, кто вернулся? Сам Ивел Книвел, человек, который поборол гравитацию, покоритель небес, повелитель ветров, путешественник на пути в верхние сферы, к этому она у меня истонка получается, и вот он стоит предо мной. Кто бы мог подумать, хочешь верь, хочешь не верь, в этот раз у меня действительно получилось, я был на борту органонского крейсера, и он направлялся на Элизиум, а потом ты почувствовал, что слишком скучаешь по мне? Мне пришлось выбирать, прожить счастливую жизнь вдали от тебя, или спасти прекрасную Элизианку от ужасной смерти. Ага, верю, Руфос совершил бескорыстный поступок. Я бы посмеялась, но живот ещё не прошёл с тех пор, как тебя протащило по свалке. Ты стояла и ржала, я даже помню по-предыдущему, или ржала. Ну, без разницы. По предыдущей заставке из предыдущей серии я заметил, что она курила, она, кстати, и сейчас курит, вон у неё сигарета торчит из руки, если я не ошибаюсь, таким странным жестом, но это явно не палец. Ладно, давайте с ней разговаривать целиком, я как-то думал, что меня просто к ней не пустят, а как-то пустила. Так что давайте. Я надеюсь, что никого не раздражает то, что я зачитываю текст, но реально, читать его с экрана просто скучно, а озвучка английская. Так что я зачитываю это не на разные голоса, но хоть как-то. Это просто к тем, кто отвык. Как работа? Куда тебя вообще это интересовало? Кто сказал, что мне интересно? Я просто проявляю вежливость. Прежде всего, ты проявляешь свою кретинскую сущность. 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 Это потому, что ты заслуживаешь такого отношения. Да. Грррр. Которое она говорила, хотя это было, наверное... Я не успел озвучить, потому что пил воду. Все-таки кашлять хочется, ё-моё. Но пока я себя еще сдерживаю. Я... Фрей как-то говорил, что он смотрел от плейщика, который говорил каждый раз, что он под своими любимыми таблеточками. Вот я сейчас тоже под своими уже ненавистными таблеточками. Как он называется? Терафлю, антигриппин и еще таблетки от кашля. Кажется, что это еще у нас? Амброгексал. Так что... Что-то я уронил. Ладно, потом посмотрю. Это было явно не амброгексал. Или сейчас посмотреть. Ударился головой об микрофон. Не, не буду смотреть. Явно ничего не разбилось. И это главное. Чем ты так недовольна? Чем? Ты сломал мой почтовый ящик, разрушил задний двор, сожрал всю мою еду. И если я узнаю, что исчезновение моих любимых ботинок как-то связано с постройкой твоей идиотской кабины, ты будешь молить меня о пощаде. Но я ведь должен был переносить в чем-то порох. Что? Ничего. Кстати, абсолютно правильно. Хотя... Интересно, кстати, есть какой-нибудь стандартный объем? Сколько, в какой размер обуви влезает вещества? Так сказать. Можно было даже мерить ботинками. Может, он и мерил. Типа для запуска два ботинка, для перезапуска три. Давайте дальше читать. Я надеюсь, этот диалог скоро закончится, и мы куда-нибудь уйдем. Но я... Ну, как опять-таки тот же Фрей, читаю все, что происходит, хотя бы стараюсь читать. Я хочу кое-что купить. На что? Или ты недавно нашел работу, о которой я ничего не знаю? Я верну тебе долг, правда? Я хотел попрощаться, прежде чем покинуть эту дуру. Новые планы побега, да? Ты свихнулся. Ты никогда отсюда не выберешься. Никогда и ни за что. И это значит, что ты будешь сидеть у меня на шее до конца моих дней. Нет, все-таки... Все-таки таким голосом я не буду говорить. Все-таки не исключено, что она его сестра. Но, скорее всего, она его бывшая девушка. Я просто понять не могу, но они не похожи внешне абсолютно. Вряд ли это его сестра. Он вспомнил, что аптечка заперта. Он даже добраться сейчас до аптечки не может. Что это за купоны? Подарочные купоны. Относишь их на почту, и можешь отправить на них товар. Круто, я их возьму. Эй, руки прочь. Что? Они не бесплатно. Я думал, это подарочные купоны. Понятно, сейчас она вам снова скажет. Ладно, пускай скажет, мне это уже нравится. Не только она это говорит, а только я это говорю. Что ты там говорила насчет подарочных купонов? Подарочные купоны. Относишь их на почту, и можешь отправить на них товар. И нет, ты не можешь получить их в подарок. И да, почему они называются подарочные купоны? Так, понятно, это пойдет по второму кругу. Но сейчас у него хотя бы повод есть в аптечку заглянуть, потому что его явно потащило по всему остальному. Ну, вернее, потому, когда он запускался, что было в предыдущей серии. Аптечка заперта. Что? Ты снова поранился? Пока нет. А жаль. Знаешь что, скажи, когда поранишься. Я хорошенько посмеюсь и дам тебе ключ от аптечки. Вот я просто уверен, что у него в аптечке заныкано что-нибудь важное. Потому что, ну... Ой, дайте-ка я сяду поудобней. Тоже сомневаюсь, что наша это... Тоня часто в аптечку лазает. Наверняка он там что-нибудь спрятал. А может, она там что-нибудь спрятала. Может, нам пригодится что-нибудь из предметов ее личной гигиены. Ладно, все. Мне пора. Я тебе уже несколько лет это говорю. Но ты все еще здесь. Ой, так бы ей что-нибудь и ответил. Ну да ладно. Чего мы у нее можем стырить? Наверх нас не пускают. Странно, кстати. О, крюк. Гири, якоря, железные ботинки, крюки. Все, что нужно, чтобы пришвартоваться навеки. Но наверняка все, что мы захотим у нее взять, она нам не будет давать по причине того, что надо платить, да? Она, похоже, заведует тут такой, какой-то барахолкой. Не уверен, конечно, но, да. Хлам, крюк, хлам, кофемолка. Явно просто барахолка, такой комиссионный магазин. Довольно приятное место, если бы не, соответственно, вот это вот персонаж со странным выражением лица. Руки прочь от моих вещей. Что? Да я просто смотрю. Смотрят платежеспособные покупатели, а ты выводишь меня из себя. Вот что. Ну да, как я говорил, ничего мы с ней не сможем сделать. Что ж мы ей должны дать-то, а? Абсолютно не понимаю, а что она о ней скажет, кстати. Надо посмотреть на нее. Работает, ага, как же. Она просто сидит, стучит пальцами по столу. Это и я могу делать. Она ему ничего не ответила, и слава богу. Да, в инвентаре у нас ничего нету, снова мы все потеряли, когда падали с этого винтокрыла. Не, он не летал, он по монорельсу двигался, прикрепленный. Ну дайте я быстро все потрогаю, не буду зачитывать, что она нам будет отвечать, потому что наверняка она будет говорить руки. Гири, коря, железные ботинки, крюки, все что нужно, да, это я уже смотрел, но любой хлам он, значит, будет говорить именно это. Чего у нас тут еще? Ну похоже, да, ничего кроме кофемолки тут и нету интересного больше, так что надо было сначала осмотреть. О, он что-то открыл. Ни одного кусочка не осталось. Похоже, придется искать собственные ингредиенты. Ага, открыл, закрыл. А, ну да, в инвентаре я только что смотрел, ничего там нету, а то я думал, что может он захочет все помолоть эти, как он называл-то их? Васаби, горох? До сих пор не пойму, что за гадость. Васаби это вообще приправа к суше. Ладно, покинем мы тебя пока что, абсолютно немилое существо. Муж, нашли себе милое существо, которое тоже упало где-то здесь, насколько я помню. Так, будем ее искать дальше. Да, вот это я хотел взять в конце предыдущей серии, но оно от меня убежало. Взять его по-прежнему не могу. Ой, тут можно еще и в центр города пойти, господи. Аварийный телефон. Если жители Кувака боятся за свои жизни, здесь они могут попросить о помощи. Эта штука сорвала не один хороший план побега. А, ха-ха-ха. То есть, он что-то там замышлял, а на него настучали. Так что ли? Сейчас. Так. В дом Тони. Да, я бы вообще на его месте сходил в дом Тони. Она на работе. Мы как-то на нее не сильно радуемся, я так понимаю. Так что, почему бы нет? А, кстати, какая-то труба. Что за труба? Так в дом поступает вода или жидкий азот. В зависимости от моего плана побега. Хм. А использовать ее можно? Как-то он странно прошел. Ой. Как интересно. Понятно, мы оказались с другой стороны, но нам это все равно ничем не поможет. Телепортировался он реально как-то криво, мягко говоря, можно было его подо... Или это я просто быстро нажал сюда. Может и да. Дымоход. Вензер установил защитную крышку на свой дымоход. Что за экоцентричный тип? Где мне теперь тренироваться в плевках? Да, это дом Вензеля и к нему мы можем зайти. Ничего полезного на этом углу карты больше нету, так что можно к нему исходить. Да, все-таки... А, я уже телепортироваться не могу. А, не могу. А я тебя буду телепортироваться, а то он будет идти целую вечность. Это дом Вензеля. У него челюсть отвиснет, когда он услышит о моем приключении. Вот он расстроится, что решил не лететь вместе со мной. Он начнет трясти и сивиться в истерике. Почему я не такой крутой и смелый, как Руфус? Я тоже хочу побывать в приключениях. Но в глубине души он понимает, что у него просто кишкатанка. Да у него депрессия начнется. Упадет уже. Быстро ты в этот раз. В этот раз у меня почти получилось. К сожалению, как это часто бывает, моя природная доброта мне помешала. Конечно, это дурацкая природная доброта. она вечно тебе мешает, да? Еще бы. Ты из-за нее вообще ничего сделать не можешь. Кругом слишком много людей. Их всех нужно утопить в ржавом море. Точно. Дурацкая природная доброта. Кстати, спасибо за твое барахло. Что? Погоди. Что это? Мой сундук? Ну, ты сказал, что я могу взять твои вещи, если план сработает. Но и твой план сработал. Ты ведь сам только что сказал, разве нет? Да, да, но... Но тогда решено. Похоже, это сундук, который я завещал ему его отец, в который он не хотел лазить. Не буду я этого резать. Простите. Как-то умудрился открыть чемодан. Ну, надо было просто снять замок с защитой от детей. Но там была только эта странная палка. Хм. Это биолокатор моего отца. Ты так думаешь? По легенде, он всегда приносил ему удачу. Этим биолокатором он нашел источник воды, на котором стоит кувак. Да, если он приносил удачу моему отцу, то почему он не смог взять меня с собой, когда покинул Дипонию? Понятия не имею. Понятно. То есть отец его бросил, ушел откуда-то, и вот у него теперь тоже идея фикс покинуть это... Блин, хотел сказать злачное, но это абсолютно не злачное место. Это гиблое место. Увидимся позже. Точно. Ну, давайте стырим биолокатор. Он же такой расслабленный. Ничего не скажет? На, дайте на него посмотрим, кстати. Все сочувствие прочь. Я понятия не имею, что творится в голове у Вензеля. Он знает, насколько он мелкий и незначительный. Тоже ему ничего не ответили. Это биолокатор моего отца, да-да-да, это мы уже слышали. Даже не думай об этом, Руф. Эта штука теперь моя. Это семейное наследие, и что? Подарок есть подарок. Ох, как же мне терпится испробовать его? Может, я найду по прирости родник? И когда я разбогатею, мы поделим все 50 на 50, я могу одолжить тебе биолокатора на пару часов. Хм. Интересно, мы его теперь можем взять или надо будет выбрать момент, когда мы его должны будем взять? Понятно, да. Я так и не понял, он мне его одолжит, если... Ай, блин, снова нажал. Он мне его одолжит, если он разбогатеет, или если мы просто захотим? Так, ничего тут больше нету. Даже в душ я у него сходить не могу, если это душ. Причем, я, кстати, уже сомневаюсь. Наш Вензель почему-то ходит в такой странной форме, что-то напоминающей мне форму Войны 812 года, уж не знаю почему. Такие погоны, как это называется-то правильно? Не знаю. Сколько мы, кстати, записываем, а? Не, пока еще мало, пока надо играть. Да и хочется играть, а просто очень, надеюсь, не испортить летсплей своими болезненностью. Так, ну да, ничего тут мы взять походу не можем, только в подвал сходить. Интересно, он нас то опустит или нет? Да, опускает. Ага. Это, похоже, нет, это не та труба. Это, наверное, труба, которая идет у него с крыши для... Для чего? Для приема воды и всего остального. Да-да-да, я знаю, ты крутой. Если мое безопречное умение ориентироваться меня не подводит, я должен быть как раз под душем. А, мы его как-то отвлечь должны будем, чтобы спереть его биолокатора, потом сказать ему, что так и было. Очень похоже на это. Только я что-то тут ничего больше не вижу. Хм. Использовать я это не могу. Ну ладно, там, в гостиную, в гостиную. Кстати, как-то раздражает, что абсолютно нету музыки на заднем плане. Я могу даже вам, наверное, показать. Да, кстати, сохраниться бы надо на всякий случай. Да, музыка есть, надо, кстати, ее немножко погромче сделать на всякий случай, мне кажется. Чуть-чуть совсем, буквально чуть-чуть. Хотя зря я это в середине серии делаю. Ну ладно, сделал так сделал. Я надеюсь, что вам это никак не повлияет сильно уж. Ну, на всякий случай. Вдруг там будет срывы электричества или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Да, е-мое. Сохранить, сказал. Продолжить. Недолго он сохранял. А, мы можем еще дальше идти на кухню. Пойдем. Какая-то у него малогабаритная квартира, но хотя, вполне понятно, я думаю, они вряд ли богато живут. Топка. Даже раковину не могу использовать. Вот дома у Тони, ну или у себя, я мог все использовать. Губка. Он жирный, он бесполезный. И у него есть губка на кухне. Классно. Я думал, про губку говорит, что губка жирный и бесполезный тлющ. Ладно. Не хотел я этого говорить. О, кстати, сперла губку, но действительно, не видит сопрем. Не хотела никого обидеть, но просто так получилось. Ладно. Топка. Открывается и закрывается. Че б такое вонючее сжечь в топке? Может, губку сразу, а? Ну уж нет, я пока не хочу выкидывать губку. Или он топку хочет использовать точно так же, как у себя дома там была топка, а только это было в плите. Выкидывать все ненужное. Непонятно, но, по крайней мере, у нас есть первый предмет за новый этап прохождения. Это приятно. Ладно, пойдем отсюда нафиг. Можем мы с ним о чем-нибудь новом поговорить, а? О губке, например. Да-да-да, и Вензель, что такое? Так. Теперь он уже изменил фразу, странно. Я хочу получить мое наследство обратно. Сделка есть сделка. Да ладно, мы ведь друзья, разве нет? А друзья всегда держат свое слово. Ага, и где это написано? Забудь. Да, кстати, если кто-нибудь смотрел сериал «Как я встретил вашу маму» «Хавэ метэ мавэ» или «Хавэ метэ мавэ» блин, не помню, «мит» — это правильный или неправильный глагол по-английски? Потому что я помню, что «меат» пишется, а вот читается как. Ну, в общем, да, там есть такой персонаж Барни Стинсон, вот от его имени выпускали книгу «Кодекс братана» или что-то типа этого, потому что он там типа, ну, короче, постоянно говорил, как должны братаны с друг с другом общаться. Вот. Где это написано, надо было как раз ему сказать, что в «Кодексе братана» это написано. Кстати, все хочу эту книжку купить в подарок кому-нибудь, но постоянно как-то забываю. Подарок был бы, кстати, интересный. Такой абсолютно неполезный, но хоть какой-то. Так, что-то я тут вижу. А, это в подвал. Ну, ладно, мы сперли у нашего друга губку, и вроде как больше нечего делать здесь. Да? Пойдем дальше. Фикс, сюда я не могу, дымоход только осмотреть, сюда не могу. к Тони я уже сходил. Так, в переулок какой-то. Да, и похоже Мэриэн. Давайте в Мэрию сходим. Ну, ладно, я даже не буду убыстрять этот процесс, пускай он все-таки походит по карте, а то а то как-то это очень неинтересно все выглядит, когда туда-сюда и обратно. Кстати, цистерна с водой еще надо было сходить, наверняка это как-то связано с этим домом, но потом. Хм, мы туда даже зашли, я думал, с этими мужиками будет говорить. Пожалуй, с того очередь, люди. Возьмите номерок, и Мэр в скором времени вас примет. Что тут происходит? Неужели купили орешки наконец? С неба упала девушка, говорят, настоящая красотка. Мэр собирается решить, у кого она будет жить. Ага, что же, думаю, она быстренько решит, как только услышит мою историю. Я спас эту девушку от темного казначея. Я снесу за нее ответственность. Удачи, парень. Я тоже придумал хорошую историю. У нее даже есть дракон. Так что двигай в конец очереди, бери номерок, как все мы. нет. Пора заканчивать серию. Я, кстати, похоже, наконец-то понял. Хотя, хотя странно, тут в очереди нет ни Тони, ни Вензеля, как его странно зовут, Мисик, хотя он, наверное, все-таки Мисак, Гонза, Лоба, господи. Какие странные имена. этот персонаж просто... Я постарался сказать, как она говорит. Такая понятная, все-таки это она или он. Это же верхняя часть лица закрыта, и слава богу, а? Ой, она даже губами шевелит. Классно. Я сначала подумал, что нам надо будет просто испортить все дома наших друзей, чтобы она как бы не согласилась там жить, или их дома не подходили, и пришлось бы идти именно ко мне, но у меня как-то, по-моему, даже дома нет. Ладно, давай-ка поговорим с... А, ну, часы работы. Почта откроется в... часов. Часов? Во сколько часов? Тут чего-то не хватает. Ага. Неужели нам всего надо будет вставить какую-нибудь циферку? Да все-таки это Лотти, скорее всего, это девушка, но... Но она переела гормонов немножко. Каждому офису нужна добрая душа. Может, кто-то должен сказать... Чего? А, сказать мэру? А-ха-ха-ха. Типа, что мэр не знает, что у него тут стоит? Ну, ладно, что-то... А, кстати. Нет, это я посмотреть не могу. А, или тут что-то есть. Подождите-ка. Да-да-да-да. Магниты. Я люблю магниты. Люблю доски объявлений. Если бы не они, мне пришлось бы искать магниты в кучах мусора. Да, по-любому мы их возьмем. Теперь у нас есть губка и магниты, и еще плакат про морковку. Про морковку... Не вижу, что там написано. Мне казалось, это морковка номер 2, но там что-то вообще странное. Так, магниты с губкой не ассоциируются, и слава богу, слушайте. Потому что губка с магнитами это вообще страшное оружие. Так, автомат с номерками. Ненавижу очереди. Да, он даже его использовать не может, только осмотреть. То есть, номерок нам по-любому брать не надо, похоже. Или... А, рычаг. Да, нам напечатали номерок, ну ладно. Номер 66. Почти мой счастливый номер. То есть, его счастливый номер, наверное, на 666, да? Хм. А это что за тетя? В наушниках с зеленой прической и лицом, как у какого-то младенца страшного. Понятно, говорить с ней не могу, да и ладно. О, можем сюда вставить наш номерок, и почта будет работать с 66 часов. Или нет? За этим не нужно вставать в очередь. Бабум. Эээ, не понял. Ну ладно. Так, дайте сначала поговорим с лоти. Меня очень напрягает, что музыки нет на заднем плане. Почему нету музыки? Это же лицензия. Неужели нельзя было сюда вставить музыку? Я не люблю, а мой голос просто вот так вот идет. Он когда идет просто так, он проигрывает во всем, в чем можно. То же самое, как в Hot Life 2. Я играл, там тоже неприятно, что музыки нету большую часть времени. Привет, лоти. И ты тоже. Ох, что за дрянь. Ой, что за день. Я буду менять голос, потому что у меня это получается. Сейчас. Я уже понял систему разговора этой лоти. Она началу фразы говорит первые два слова где-то мужским голосом грубым, а потом переходит на такой фальцет. Ладно, помучайтесь с моего фальцета. Где девушка с Элизиума? Принцесса с сахарной зад. Она лежит в зале заседаний. Конечно, я знала, что ты придешь из-за нее. Всегда одно и то же. Красотка в обтягивающем губернизоне падает с неба, ударяется головой об стену и сразу все лезут из кожи вон, чтобы ей помочь. Я не успеваю следить, как он говорит, а? Вертихвостка! Я не могу. Ладно, я сейчас с ней договорю. Я говорю, потерпите, но мне просто нравится. Я хочу видеть мэра. Все хотят. Возьми номерок и жди своей очереди. Противный. Может, ты делаешь исключение и пропустишь меня без очереди? Твоя очередь наступит по-наверку. Никаких исключений. Даже для меня. Особенно для тебя. Вот. Просто я думаю, а вы вообще слышите немножко то, что она говорит на заднем плане? Вот просто следующую фразу я не буду зачитывать. Вы можете сделать чуть погромче, пока она будет говорить. Послушайте, она говорит ровно так, как я озвучиваю, чтобы вы не думали, что я вообще с ума съехал от своей болезни и все остальное. Сейчас я зачитаю про него. Вернее, а, но я не буду читать, что он говорит и что она ему ответит. Вот. Готовы? Готовы? Да, ну вот, все, я специально все это промолчал, можете сравнить. Я стараюсь повторять, как он говорит. Да, и следующий у нас Вензель, номер 62. И по-любому мы должны как-то, наверное, Вензеля либо сюда привезти, либо наоборот испортить его дом, чтобы она не смогла у него жить. Это я пока не понимаю. Зато я уже понимаю, что сейчас я договорю с нашей Лотти, или как ее зовут, и все-таки буду заканчивать серию, потому что, потому что, да. Надо оставить интригу, и надо делать перерыв. Сейчас уже моя очередь? Нет, сейчас очередь номера 62. Вензель. Вензеля! Точно! Так. А, типа он все-таки хочет отсюда уйти, или чего? Я хочу официально удалить мою регистрацию из архива Депония. Странно. Я хочу официально удалить свою регистрацию из архива в Депонии. Хотя, многие были бы рады это услышать. Я, к примеру, сегодня это невозможно. Марс сейчас очень занят. Понятно, все, я потопал. Смотри, чтобы дверью не пришибло. Ой, не получилось, да. Сколько времени? Времени сейчас уже очень даже достаточно. Я думаю, что с Вензелем и с этими мужиками будем говорить в следующей серии. Не знаю, когда будет следующая серия, все-таки вряд ли сегодня, потому что меня пока еще не хватает на все это. Надеюсь, кого-то порадовало, кто-то будет дальше это смотреть. Игрушка просто отличная, мне это нравится. Все, буду заканчивать. Смотрите, подписывайтесь на канал на YouTube, мне это нравится, мне это приятно. И вообще, все, это был курящий из окна. До свидания. Пока. Пока. Нет, это был не курящий из окна. Ладно, все, пока.